В условиях сложной геополитической ситуации в стране наблюдается рост цен на продовольственные товары. Как решить эту проблему, что влияет на ценообразование и с какими сложностями сталкиваются сегодня поставщики продовольственной продукции, обсудили в региональном отделении партии «Единая Россия». Подробности у Олега Ташева. Задача сегодня у нас одна – определить те проблемы, которые влияют на эту цепочку, которая сегодня ведет к тому, что жители нашей республики ощущают на себе вот этот рост цен. Цель – выслушать проблемы, внести предложения по улучшению ситуации, выйти с законодательной инициативой в органы власти, встреча в формате диалога без надзорных органов и контролирующих организаций. Практика показала, что загонять бизнес, загонять торговлю, загонять производственников в какие-то рамки, и оно потом отражается в дальнейшем. То есть это идет этап следующего возмещения. И то, что было упущено бизнесом, условная прибыль, она потом нагоняется. Поэтому мы как бы не сторонники ограничительных мер, но очень рассчитываем на понимание и на этику работы бизнес-сообщества. Главная проблема компании «Сатурн», производящей молочную продукцию, – упаковка. Маркировка «Честный знак» приводит к увеличению себестоимости товара на 2 рубля. А еще из-за высокой процентной ставки невозможно взять кредит на развитие бизнеса, – говорили выступающие. Наш основной поставщик упаковки, компания «Эллапак», работает на европейском сырье. Это финский картон. На данный момент данная компания заявила о том, что она уходит с российского рынка. И получается, мы остаемся без упаковки одной самой экологичной, на наш взгляд, с которой мы работаем. Директор коммерческого департамента агрокомбината «Южный» Шамиль Тамбиев отметил, что на 20% возросли расходы на транспортную логистику. Предприятие столкнулось с трудностями закупки семян из Голландии. Основная проблема Аркин-Шахарского сахарного завода – нехватка сырья, который они закупают у частных лиц. Кроме того, подорожали семена. С декабря-соверя месяца после Нового года обычно часть завода вообще останавливается, как Аркин-Шахарский сахарный завод, часть завода переходит на импортный сахар сырья, который выводится из Бразилии, Аргентины и других стран. Сейчас цена на сахар вызвана тем, что его листико-общая подорожала, эта морская, плюс она усложнилась, это невозможно привести, и плюс дорого составляющая того же сахара сырья. Торговые сети «Магнит», «Пятерочка» и «Лента» не влияют на политику ценообразования. Их распределительные центры находятся за пределами республики. Проблем с поставками товара в первой необходимости нет. В ходе встречи были высказаны предложения сделать кредиты доступными для бизнеса, наладить работу с поставщиками напрямую, проводить выездные ярмарки в населенных пунктах республики на постоянной основе. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.